Эх, гастроли, это романтика, когда ты путешествуешь по любимой стране, ну или по другим странам, видишь новые места, новых людей, новые лица, новые впечатления, так да так, ну не совсем так. Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков, и сегодня поговорим о гастролях в наше время, о реалиях. Это видео будет интересно тем, кто профессионально занимается гастрольной концертной деятельностью. Поехали. Сегодня несколько звонков от моих любимых коллег, ну как оно, как оно было, как прошло? Отработали концерт, вход зрителя был по QR-кодам. Работали в Новгородской области, ну там для того, чтобы попасть в Дом культуры, в концертный зал, пройти на концерт, нужно предъявить QR-код. Ну, правило есть правило, как это в анекдоте, колхоз делает добровольное, хочешь вступай, хочешь корову уйдем. И пока мы ехали на концертную площадку, администратору, который сидел рядом со мной, поступали звонки от зрителей. Было два типа вопросов. Первый. А будет ли концерт? Потому что в последнее время отменялись мероприятия, и зрители уже, которые часто ходят на мероприятия, которые любят концерты, спектакли, представления и так далее и тому подобное, и шоу всевозможные, привык, что вот покупают билет заранее, а потом его приходится сдавать. И уже никто не стремится, особенно в небольших городках, брать билет заранее. Лучше в последнюю секунду. И администратору сложно спрогнозировать, запланировать, придет ли зритель, будет ли тот самый вал, который обеспечит его заработок. Ну так вот, два типа звонка. Первый – это зритель узнает, а состоится ли мероприятие. А второй звонок – а нужно ли предъявлять QR-код. Он пересылает на всякий случай всех Дом культуры, потому что, ну не будем хитрить, администраторы заинтересованы в том, что зритель-то пришел. И им чем меньше препятствий на пути зрителя, чтобы там дорожка была расчищена, а погода была замечательная, по телевизору ничего интересного не было. И все бежали в его концертный зал и смотрели представления. Ну это мечта, такая тайная мечта администратора. И вот зритель, сталкиваясь с QR-кодами, ну когда их реально проверяют по-настоящему, по-честному, с документами, что делали в Новгородской области, ну выполняли все правила и требования, зрителя многого. Это напрягало, кого-то это очень сильно раздражало, кого-то это даже оскорбляло. То есть люди пришли с детьми, приехали, готовые прийти, посмотреть представления, а их не пускают. И возникает негатив за своего собственного ребенка. Знаете, как тоже анекдот. Дети делятся на гениальных и чужих, и вот за своего гениального, с которым тебя не пускают вместе, а одного ты его не пустишь, он совсем еще маленький. Ну так вот, за него встают на дыбы, готовы порвать бедных этих работников концертного зала, которые выполняют требования, ну не ими придуманными. Им за выполнение этих требований зарплату платят, их самих могут наказать, если они их не будут выполнять. Они добросовестно их выполняли, к сожалению, для администратора и, к сожалению, для некоторых зрителей. И это срезало достаточное количество зрителей, не все прошли на представления. Хотя, как утверждают мои знакомые, в крупных городах, в основном, особенно в театрах, зритель уже приучен к этому, и проблем не возникает на востребованные спектакли, на стационарные театры, на стационарные представления. Люди приходят, покупая билеты, предъявляя QR-код, проходят, размещаются и сидят даже без всевозможных социальных, как в прошлом, дистанций. Кстати, в Новгородской области было 50% зрителей, а сейчас 75% зрителей, плюс QR-код. Ну, вот такие требования на данный момент. Кстати, после моего сольника на следующий день должен выступать коллектив, в котором 30 артистов и продано всего-навсего 20 билетов из-за ограничений. А на мое представление в зал, который вмещает почти 500 человек, было продано почти 50 билетов. Тем не менее, я все равно вышел, потому что проделан путь немалый. И сейчас, если зрителя опять обмануть, сказать ему, ребят, ну вас как-то мало, я не выйду, нельзя зритель обидеться и мне, и другим коллективам. Я, что называется, подпорчу репутацию и скажу, да зачем нам туда ходить? Они приехали, они перед нами не выступили. И пусть не получив заработную плату, пусть не заработал администратор, а были выплачены аренды техслужбы и так далее. То есть, концерт был в минус, но его нужно было сделать. Нужно было выйти и обрадовать людей. И так приятно, что многие понимающие люди, понимающие зрители подходили и благодарили, говорили спасибо. Спасибо вам за спасибо, спасибо за понимание. Кстати, вот в Петербурге еще коллеги рассказывали, в театре эстрады на Гальцево всегда ходят в большом количестве зрителей. Это мой любимый театр, один из первых моих концертных залов. В 97-м году я там роль играл главного Буратино в новогоднем спектакле. Сейчас этот театр изменился, сделали в нем ремонт. Как мне сказали, к сожалению, убрали гвоздик в гримерке, на которую Райкин вешал одежду. Ну, что называется, современная красота, все современные требования. Ну, вот так вот оно. Ну, так вот, на спектакль Гальцево обычно приходит много народу, настольник Гальцево. А в этот раз очень много людей в фойе, то ли они поскандалить пришли, поговорить о том, чтобы возмущаться. Ну, короче говоря, людей без QR-кодов не пускали, люди скандалили, некоторые искренне возмущались, что они покупали билет реально заранее, они ехали из дальнего города, и это вполне может быть специально на Гальцево, но они не попали на это представление. В общем, вот такая вот ситуация в крупных городах, подведу итоги, чуть получше, в маленьких населенных пунктах. Это очень часто становится препятствием для прихода зрителя, так что если вы отправляетесь на гастроли, трижды подумайте, или четырежды. Всем счастья, мира и добра, всем удачи, друзья, коллеги, держитесь, работайте, братья, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok